Я думаю, я не погрешу, если скажу, что самые бледольные поединки были мною просмотрены в его юниорском теннисе. Уже столько было увидено, пережито, что сейчас я достаточно спокойно на все реагирую. Меня уже трудно чем удивить. Интересно, вот еще не могу не спустить, конечно, вот про то, что вы обращаетесь к сыну иногда по-русски, да, во время матча. Он как-то реагирует на это? То есть он все слышит, как вы считаете? Да, я думаю, да, он слышит. Вы знаете, я к нему обращаюсь и по-гречески, и по-английски. Все зависит от того, что я хочу сказать, да. Какую краску я хочу придать своей поддержке, каким-то мыслям тактическим. В зависимости от этого я и выбираю, кстати, язык, да, безусловно. Когда речь идет об агрессивности, вот элементарной агрессивности, то я перехожу на английский. Потому что, с моей точки зрения, он лучше всего выражает такое мужское альфа-поведение. Ну, а когда уже речь идет о тактике или, там, не знаю, о духе, тогда я перехожу или на русский, или на греческий. Стефанус не стесняется общаться на русском. Даже вот отвечал в прошлом году, я помню, на этом турнире на мои вопросы на русском. Когда я родился, у меня все эти традиции были дома, русские традиции с мамой. Я мою вторую родину очень люблю. Это ваша заслуга, большей части, что он все-таки русский язык поддерживает? Я не то слово поддерживаю. Степа его хорошо знает, он был первым ребенком, ему не с кем было общаться по-гречески. Потом уже его братья начали с ним говорить по-гречески, и сестра в том числе. И у них, естественно, сложился свой родной язык, греческий. А вначале, когда он рос, и второй мой сын был младше, то мы разговаривали с детьми, или я разговаривала, только на русском языке. Вот Стефанус еще отмечает, в принципе, тоже говорит, что довольно-таки часто семья с ним путешествует, да? И это большая редкость, когда практически вся семья, и родители, и братья, сестры. То есть вот это такая семейная традиция уже у вас теперь? Нет, никакой традиции особенной нет. Это все началось в прошлом году, когда у нас была мечта, может быть, немного преждевременная. Мы хотели сыграть не то финал в Лондоне, и мы понимали, что нам надо сделать усилие в каком-то конкретном периоде соревнований. Это было осенью. И вот тогда я первый раз села в самолет и полетела в Токио, оставив своих детей дома. Потом я улетела в Шанхай, и так далее, и так далее. Но у нас этот план не состоялся. Может быть, статьи к лучшему, потому что всему свое время. В прошлом году мой муж обсуждал возможную ситуацию этого года с некоторыми спонсорами, с нашим менеджером. И когда он сказал, что у него серьезный план на попадание в десятку мира, никто не воспринял его серьезно. То есть, понимаете, конечно, все зависит от прогресса. Может быть, даже какого-то краткосрочного прогресса, который происходит практически, ну, если не каждую неделю, то каждый месяц. То есть, и важна удача.